Здравствуйте! Самарские учащиеся, которые стали лауреатами конкурса студент года в Самарской области, отличились и на российской национальной премии. С победителями в различных номинациях мы сегодня встретимся и поговорим. Итак, у нас в студии Полина Каплун, победитель в номинации «Староста года» конкурса студент года в Самарской области. Здравствуйте! И исполнительный директор конкурса студент года Анастасия Алферова. Добрый день! Давайте начнем с общего, с конкурса. Скажите, как он меняется год от года и в чем его основная идея и миссия? Ну, конкурс меняется ежегодно, как вы отметили. Меняется, как мне кажется, в лучшую сторону. Мы стараемся дорабатывать то, что было не учтено так или иначе в предыдущих годах, стараемся удивлять участников, готовим для них сюрпризы ежегодно. В этом году было несколько особенностей. Первая особенность – это то, что у участников появились наставники. Это победители прошлого года, победители по номинациям профильным. В этом году они курировали наших участников от момента только идеи подачи заявки на участие в конкурсе до присутствия на самой церемонии, до поддержки на очном этапе, причем личной поддержки, когда каждый из наставников пришел к своим подопечным, оказывал всяческую поддержку, помощь, консультировал. В общем, делал все, что можно и нельзя. Такая форма оправдала себя, да? Да, безусловно, безусловно. Мне кажется, это одно из самых удачных нововведений, которые у нас были. Во-первых, мы дали возможность реализовать навыки наставничества тем победителям, которые забрали свою награду в прошлом году, в прошлых годах. Даже у нас не совсем за только в прошлом году мы ограничились, но и чуть ранее победители пригласили к участию в качестве наставников. И, конечно же, я думаю, что это была хорошая помощь для будущих участников, которые не знали, а как правильно оформить документы, а что вначале положить в справку об учении. Организаторы упростили себе задачу. Ну, с одной стороны, может быть, сказать, можно так, но с другой стороны, есть какие-то вещи, где мы просто неуполномоченно отвечаем. Например, как будет лучше выглядеть презентация, если я начну с каких-либо слов. И когда это делают наставники, они рассказывают исключительно свой опыт, опыт своей победы. Они же уже это все прошли и знают, с чего лучше начать, и могут посоветовать. Если это будут советовать организаторы, это будет немного некорректно, неэтично. Поэтому в данном случае это не столько, хотя и помощь, конечно же, но в первую очередь, я думаю, что это колоссальная помощь участникам, которую они оказали в этом году. Еще раз подтверждается мысль, что все новое – это хорошо забытое и старое, потому что институт наставничества, он был уже очень давно. Полита, как долго вы уже участвуете, пытаетесь поучаствовать в конкурсе «Студент года»? В «Студенте года» я участвовала не только в этом году, но еще и в прошлом. В прошлом году я также стала лауреатом у нас, но в этом году я, скажем так, добилась своей цели и выиграла. Затем поехала на национальный чемпионат «Студент года», который проходил в Казани. Вы стали лучшей старостой в студенческой среде. Скажите, само вот это понятие «Старосты года» вас ничего не смущает? Это не такое неустаревшее уже название «Староста»? Нет, знаете, я думаю, «Староста» это наоборот более новое название для обобщающего слова «лидер». Есть лидеры в номинации, есть старост. Мне кажется, «Староста» это более такое широкое название для любого человека. Ведь одно дело быть лидером, где-то вести за собой людей, другое дело быть старостом и качественно, а не количественно работать с группой. Потому что «Староста» это не только вот ты, где учишься в своей группе, это также и дальше в работе, скажем так, в каждом коллективе есть свой староста. Откуда у вас это? Какие качества, прежде всего, должны быть у старосты? И вот если проанализировать, почему вы стали старостой? Вам это нравится или вас заставили? Нет, знаете, невозможно стать старостой, потому что тебя заставили. Старостой ты становишься, потому что у тебя к этому лежит сердце, у тебя это получается. Я думаю, что самый главный навык – это не уметь, как у лидеров, допустим, командовать, а уметь находить общий язык со своей группой, уметь общаться с ребятами, быть для каждого не только в общей части, а быть для каждого поддержкой, опорой, всегда уметь поговорить, знать каждого члена своей группы и уметь с ними взаимодействовать. Основная черта, как я поняла, коммуникабельность, да? Да. Ну, наверное, и какая-то доброта и желание проникнуться проблемами, помочь тоже, наверное, присутствует такой человеческий фактор. Анастасия, скажите, если подводить итоги, уже сколько конкурсов таких было старостой? Старостой студентов года. С 2013 года проходит уже 7 лет. На протяжении 7 лет он успешно реализуется на областном уровне. Вот если вот в цифрах, в какой-то статистике или еще в чем-то подводить какие-то итоги, эффект проведения. С удовольствием. В этом году прям хочется даже громко об этом кричать, потому что в этом году какой-то колоссальный скачок в количестве желающих стать победителем в той или иной номинации. В этом году в конкурсе приняло участие 504 человека. Было подано за меньше, чем месяц у нас было на прием заявок, на подготовку этих огромных документов. 504 заявки, соответственно, в 10 номинаций было подано. Это колоссальный результат. В прошлом году у нас было 428 заявок. И были скачки ежегодно, но такой сильный, здравый, скажем так, скачок был в этом году впервые по участию. Но думаю, что это связано с тем, что конкурс набирает обороты, приобретает уже свою репутацию и популярность среди молодежи. Мне кажется, уже студенты на первый курс поступая, знают уже, что такое есть конкурс, и уже на него начинают работать. Ведь конкурс «Студент года» — это то мероприятие, которое, скажем так, подытоживает всю твою деятельность по направлениям. Мы не выявляем лучшего вокалиста, мы не выявляем лучшего спортсмена в каком-то одном виде спорта. Мы выявляем в целом лучшего студента, который занимается той или иной деятельностью, который имеет уже багаж определенных заслуг и наград у себя за спиной. И среди этих, скажем так, самых талантливых, мы уже выбираем самого лучшего. И достойного. Да, и достойного. По-моему, волонтерское еще такое направление присоединилось, да? Волонтерство тоже вы оцениваете или нет? Да, все верно. У нас есть такая номинация «Доброволец года». В этом году это самая популярная номинация. В нее из 504 заявок было подано аж 105 заявок. То есть тот человек, который у нас победил в этой номинации, он преодолел 104 конкурента, если говорить про чистую математику. Что с ним боролась и за вот это призовое место еще 104 человека. И он стал лучшим. Интересно. Полина, расскажите о своих впечатлениях и эмоциях во время проведения конкурса «Студент года» в нашей области, да, областного, и потом уже на федеральном уровне. Какая есть разница, что общего? И вот эти эмоции, они как-то градусов возрастают? Или вы уже с опытом? Сейчас я ищу. Нет, на самом деле, общий, несомненно, есть. Есть определенная разница. Что касается общего, это, несомненно, эмоции. Когда у тебя все внутри трепещет, у тебя трясутся руки, там, возможно, за очный этап я и подозревала, что пройду, так как в прошлом году уже стала лауреатом, то на очном этапе, я скажу честно, я волновалась как никогда. Если в прошлом году у меня не было еще такого волнения, потому что, ну, первый раз, да, там, ты первый проходец, для тебя уже счастье пройти в очный этап, то здесь ты уже понимаешь, что ты можешь, ты должна, у тебя последний шанс, ты должна выиграть. И, то есть, у меня действительно очень сильно тряслись руки, я сама неожиданно для себя, я переволновалась очень сильно. Я прям помню, как у меня дрожал голос, я думаю, ты что такое, Полина, ты умеешь говорить? Давай, давай. Вот хорошая школа, да, вот прохождение вот этих конкурсов. Да, на самом деле. Даже с психологической точки зрения. А вот национальная премия, тут немножко другой, скажем так, подход. Здесь ты уже уезжаешь из Самарской области, ты живешь 4-5 дней в другом вообще городе, в другой области. Мы жили в Казани. Здесь, блин, это такая проверка на стрессоустойчивость. У вас уже не первое место. Нет, там не первое место, но сам факт, что это такой выход из зоны комфорта, когда ты спишь в день по 4-5 часов, ты встаешь в 6 утра, думаешь, господи, идешь на завтрак, а потом начинаются конкурсные испытания, и день, он тянется очень долго, но для тебя это как-то проходит незаметно. Ты привыкаешь, у тебя постоянно идет борьба, взаимодействие с участниками. И вот если бы я услышала, если бы мне кто-то со стороны сказал, что вот там вот так, вот так, я думаю, господи, нет, я не пойду. На самом деле, ты приходишь, уставший в 8 часов вечера, но за счет того, что ты пережил этот весь адреналин за день, мы с ребятами, мы просто, а пойдемте погуляем, а пойдемте. Мы ложились в час ночи, с утра опять вставали, и все, вот в таком вот ритме. Драйв, да, такое настоящее, молодежное, очень яркое, веселое время. Какие качества, Анастасия, как вам кажется, развивает участие вот в таких конкурсах, такого масштаба конкурсах у студентов, у молодых людей? Почему это важно? Я думаю, что развивает много качеств. В первую очередь это и какое-то преодоление себя с точки зрения психологии, то, что говорила Полина. И несмотря на то, что она не победила, она стала обладателем специального приза, она скромничать не говорит. Она стала обладателем специального приза на Российской национальной премии «Студент года», ее отметил член жюри Вячеслав Макаров, вот, лично на сцену пригласил на подведение итогов, Полина запомнилась, приглянулась членам жюри федеральным. Поэтому все это было оправдано бессонной ночи в любом случае. Я думаю, что это и навыки публичного выступления, это ораторское искусство, в любом случае умение преподносить себя публике, умение рассказать достойно о себе, потому что те условия, которые мы создаем, когда есть у участников 2 минуты на очном этапе, им нужно максимальное количество о себе рассказать информации, при этом не только о себе, но и отразить себя в рамках этой номинации, той деятельности, например, доброволец, какой ты доброволец, немножечко и про себя рассказать, где ты родился, где ты вырос, да, образно говоря, и при этом рассказать о своих главных волонтерских заслугах, ради чего ты здесь, и почему ты должен победить именно в этой номинации. Я думаю, что это как-то дисциплинирует участников и придает, наверное, такой опыт и стимул развиваться дальше. Они выходят заряженные, горящими глазами, говорят, что я могу делать дальше, я хочу быть полезен региону, я хочу развивать, я хочу за собой вести, я не просто так, я победитель. И, конечно же, мы в следующем году пригласим Полину как победителя в качестве наставника, уже говорю, готовьтесь, готовьтесь, ребята, в следующем году на ваши плечи рухнет эта миссия, и вам нужно уже будет мотивировать и общаться с участниками, рассказывать, что такое студент года. Понятно. Полина, если проанализировать все-таки, почему вы стали лучшей, я думаю, что важное качество – это еще и анализ проводить после того, как ты победил, да, понять, какие у тебя сильные стороны, оценить это без... Да, это на самом деле... Почему у вас спецприз, почему вы стали лучшей на уровне региона, как вам кажется? Не регион, а Россия. В России спецприз, а здесь вы выбрали у нас, да, по Самаре. Знаете, когда у нас закончились все тестовые задания, все конкурсы именно на России, я подошла к каждому члену жюри, у нас там как был общий подыток для всех, и нам рассказывали, что не хватало и так далее. Я, послушав, сделала для себя такой вывод, что, в принципе, все, что сказали члены жюри, как по мне, это минус был. Я всех придерживалась критерия. Мне стало очень интересно, потому что такая премия создана для того, чтобы расти, чтобы набираться нового опыта и получить этот опыт еще и от федеральных членов жюри. Я подошла к каждому члену жюри по отдельности. Это секрет. Да. Для будущих участников. Подойти ко всем по отдельности. И я попросила мне сказать не почему им понравилось, а почему мне понравилось, что им не понравилось в моем выступлении. Я попросила дать, скажем так, критику по мне, чтобы услышать, чтобы было к чему расти и чем дальше работать. Это очень умно, умно, очень хорошее такое, логическое. А вот что касается, почему, возможно, я заинтересовала членов жюри, мне все, каждый, абсолютно каждый сказал, в самом начале, когда я подошла, сказали, у тебя очень хорошие данные ораторского мастерства, то есть ты очень хорошо держишься на публике. Я думаю, что именно вот этот момент члены жюри захотели отметить. И нужно это развивать, я тоже думаю, раз это уже такая основная черта, которую выделяют. И последний, наверное, вопрос для нашей части программы, потому что совсем скоро появятся другие участники. Хочу спросить у Анастасии, чем мотивируется в таком плане, не моральном, а может быть даже материальным, финансовым участием в таких конкурсах и победа? Есть какие-то награды, премии? Я поняла, секрет, расскажите, что получат участники, что они получают, ради чего такая борьба, ради чего 544 заявки, да? Такой вопрос. На самом деле, в первую очередь, для меня, как для организатора, кажется, самое главное, что получают участники, это, наверное, признание всеобщее, когда на глазах у двух тысяч, мне кажется, это такое волнение выйти на сцену на глазах у двух тысяч, когда при тебе вскрывают этот конверт и оглашают, кто же победитель, и вот он ты, и ты чувствуешь, что ты самый лучший, и тебе эту награду вручает какой-то очень почетный гость, и ты понимаешь, что это все заслужено, ты понимаешь, что ты не просто так ставишь себе какие-то планки вообще на будущее, кем ты хочешь быть, может быть, занять место этого человека, который тебе вручил эту награду. Мне кажется, это самое главное, что есть. Ну, конечно же, отговариваться, говорить, вот общественное признание, рукопожатие, пожалуйста, забирай и уходи, нет. Конечно же, мы еще дарим и ценные подарки всем победителям номинации. У нас и лауреаты остаются не без подарков, получают памятные ценные подарки, которые с ними остаются на всю их жизнь, напоминают об их победах, об их заслугах, о том, что они вот когда-то вышли на сцену. Самое главное – это эмоции, которые получает человек. Например, у нас победитель Гран-при. Уже с 2013 года каждый победитель получает подарок из рук губернатора, получает напутствие от губернатора. Я думаю, что это самое важное и приятное, когда ты понимаешь, от чего стремиться. У нас, более того, победители, два победителя студенту года 2018 в этом году вошли в состав молодежного правительства Самарской области, уже встали на путь, скажем так, молодежной политики, развивают ее и уже являются не только объектами, скажем так, молодежной политики, но и субъектами. Уже сами вершат и творят великие дела. Да, ну высокий, такой хороший статус, участие губернатора. Да, очень ценно. И поддержка его. И поддержка, да, замечательно. Спасибо вам большое за участие в программе, за то, что вы делаете такие конкурсы, организуете и участвуете. Всего хорошего и будущих побед. Спасибо большое. А с вами мы увидимся буквально через несколько минут, пока посмотрим сюжет с финала конкурса «Студент года» в Самарской области. В МТЛ-арене «Аншлаг» более 2000 студентов со всей области, представители 78 институтов и колледжей, приехали на главный праздник – «Студент года». Жюри выбирало лучших в 10 номинациях. Заявки на конкурс прислали более 500 человек. Это рекорд за последние три года проведения форума. Глава Самары Елена Лапушкина вручила две премии в номинации «Студенческий лидер». Светлане Стихановой из Университета путей сообщения и Антону Уварову – представителю Самарского энергетического колледжа. Это люди талантливые и целеустремленные. Знаю, что многие из вас уже достигли определенных результатов. Это совершенно точно не повод останавливаться. У вас впереди огромные задачи. И студенчество – это то время, когда вы закладываете фундамент в своей дальнейшей жизни. Я хочу вам пожелать, чтобы этот фундамент был очень и очень прочным. Удачи вам всем. Спасибо большое. Конкурс «Студент года» проводится в восьмой раз, и каждый год он модернизируется. Меняются номинации, их количество, но цель остается прежней – найти и поощрить лучших студентов региона за достижения в учебе, науке, спорте, культуре, творчестве, общественной и волонтерской деятельности. Среди победителей в номинациях жюри выбирает «Студента года». По традиции Гран-при вручает губернатор. Но знаем точно, что это человек активный, человек креативный, человек ответственный, как и все вы. Я очень рад, что у Самарской области вот такое будущее. Будущее образованное, будущее энергичное, телеустремленное. То, что я знаю о вас, о ваших проектах, на мой взгляд, это действительно топ. Это гораздо выше и гораздо больше. Я очень рад, что в этом году самая популярная номинация – это «Волонтеры». Спасибо вам, друзья, за это. Антон Уваров, обладатель Гран-при и «Студент года-2019», долго шел к этой победе. За его плечами многочисленные молодежные фестивали и форумы, участие в волонтерском движении. Несколько лет назад он даже и не мечтал стать номинантом этой престижной премии. Когда я сюда пришел, я был медиа-волонтером, я фотографировал мероприятие. И никогда в жизни, я когда увидел, я думаю, блин, ну хотя бы в номинацию надо выйти, хоть раз. Было бы замечательно. И сегодня я получаю из рук губернатора Дмитрия Юрьевича Азарова это Гран-при, это неизбываемые эмоции. С 2015 года конкурс стал региональным этапом российской национальной премии «Студент года». Лауреаты-победители продолжают сражаться за награду уже на федеральном уровне. Три года назад самарские студенты привезли из Москвы одну победу и три лауреатства. Продолжаем программу. В нашей студии появляются Даниил Фурман, победитель в номинации «Творческая личность СУЗа» конкурса «Студент года» в Самарской области. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как долго вы пробивались к участию в этом конкурсе? Сколько лет? Или вы участвуете первый раз? Я лично, позволю я начну, я участвую в первый раз и никаких особых попыток для того, чтобы попасть на этот конкурс я не предпринимал. Просто мое руководство решило, что мне нужно туда пойти, и я пошел и все сделал. Так. Егор, а ваша какая? Я участвую второй год. На России вот прошел первый раз и получил второй месяц. Собственно, ничего сложного. Все получилось достаточно просто. Да, и просто и у Даниила, которого, так скажем, принудительно попросили, и у Егора. Хочется задать такой вопрос. Даниил, как изменилась ваша жизнь после участия в федеральном конкурсе проекта «Голос»? Вы знаете, многие задавали мне этот вопрос, в том числе и на этом канале не так давно. Моя жизнь изменилась, с позволения сказать, кардинально, поскольку начались гастроли, и началась масса выступлений по России, в том числе и за рубежом. Например, вот мы очень принимали участие на Кипре в гастролях с Пьером Эделем. Было очень интересно. Ну и в принципе, когда к тебе подходят на улицу и говорят, простите, это не вы Даниил Фурман, а можно с вами сфотографироваться. Это очень интересно и странно было поначалу, а потом как-то... А потом стало ответственно. Да, потом это стало ответственно, и как бы вот такие изменения разительные произошли. Ну это замечательно. Я думаю, что после этого конкурса тоже будут какие-то изменения, ну, на городском и областном уровне. Егор, у вас такая серьезная номинация, студенческий лидер. Скажите, вот эти качества лидерские, во-первых... Не студенческий лидер. Председатель студенческого совета. Да, они разные просто. Тоже разные. Это прям две разные. Но я думаю, что лидерские качества у председателя студсовета тоже должны быть, кроме того, что вы должны заботой и добротой всех своих студентов, друзей как-то, значит, с ними работать в этом направлении, чтобы всем было хорошо. Как вы избрали для себя именно эту номинацию? Что вам близко в ней? Как личности? Что в вашем характере отдается вот в этой номинации, перекликается? Ну, на самом деле, председателя я выбрал, потому что, во-первых, в области это была нужная мне номинация, она и подходила по моему роду деятельности. Вот. Почему я именно этот род деятельности выбрал, это уже другая, собственно, история. Так как, мне кажется, в колледже, когда ты приходишь в СУЗ учиться, то делать там, по сути, скучно, нечего. Вот. Поэтому начинаешь что-то придумывать, как-то двигаться. Ну, и вот напридумывал себе и стал председателем, собственно. Вот. А номинация, ну, потому что была ближе по моему роду деятельности. А на Россию меня уже, я просто прошел в такой номинации. Ну, так сложилось, что я в нужную даже попал себе. И на России, как вы говорите, на федеральном этом конкурсе уровне у вас какое место? Какая там уже номинация? На федеральном на России было второе. Второе место. А здесь? Здесь я лауреат. Просто не знаю, какое у меня место. Я просто лауреат. Просто лауреат. А там, видите, второе место. Как высоко вас оценили. Даниил, сейчас такая тенденция есть, что учащиеся, которые из школы выпускаются, они не идут в институт, а думают, что начну-ка я, пожалуй, с СУЗа, с колледжа, и зачем мне сразу высшее образование? Вы тоже выбрали такой путь. Почему? Как это произошло? Потому что буквально недавно это был престиж, престиж такой, институт, высшее учебное заведение. Вы знаете, дело в том, что после окончания моего училища я не собираюсь заканчивать с получением образования, и я, безусловно, буду получать высшее образование. А на данном этапе мы приняли решение с семьей поступать в колледж, потому что, во-первых, у нас в Самаре прекрасное музыкальное образование среднее, у нас невероятно маститые и талантливые педагоги, и они могут действительно научить тебя тому, чему не научат в других городах и в других заведениях, даже в столичных регионах. Именно поэтому мы приняли решение сперва получить среднее образование, так сказать, профессионально окрепнуть, узнать уже, как на этом поле развиваться, а затем приступить к получению высшего образования. Что такое творчество? Творчество в человеке как в такой уникальной единице. Вы знаете, именно потому, что человек уникальный единица, на этот вопрос нельзя ответить. Творчество, оно для каждого человека нечто субъективное. Для кого-то это картина, для кого-то это какой-то вид контемпори-арт, может быть, инсталляция из, там, я не знаю, кованого железа с цветочным напылением. Для меня это музыка. Для меня творчество заключается в том, чтобы интерпретировать какие-то шедевры мировой классики, пропускать их через себя и давать зрителю вроде бы привычную музыку, но, тем не менее, с моей к ней отношения. Да, спасибо за такой ответ. И перейдем к более серьезной теме, к серьезному лауреату, к Егору. Скажите, вообще, студенческий совет, его нынешние функции, чем важен он для самих студентов? И как вы видите роль председателя во всей этой сфере? Чем важен? Ну, начнем с того, что сам совет по закону участвует в неких... Он является наравне с администрацией самого СУЗа, поэтому он равносилен администрации. И практически, ну, есть решения, которые без него вообще не принимаются. То есть обязательно должен присутствовать совет. Ну, или, как минимум, председатель. Вот. Что он играет для студентов? Лично вы кому-то помогли конкретно, вот, как председатель? Какую-то проблему решить, поддержать? Нет, это происходит каждый день, начиная от маленьких, заканчивая, естественно, какими-то большими, не скажу, что глобальными. Это звучит как в масштабах мира, но нет. Ну, помогаем, естественно, начиная с того, что люди находят то, чем они хотят заниматься, начиная от того, что просто, чем разнообразить свой быт, заканчивая тем, что они могут даже это направление выбрать в дальнейшем. То есть у нас есть люди, которые сейчас сделали ребрендинг нашего колледжа в плане дизайна, начиная там от эмблемы, заканчивая вообще формой, даже одеждой, в которой мы теперь люди будут ходить у нас на мероприятия. Вот. И, ну, вот эти люди хотят дальше двигаться, ну, как дизайнеры, веб-дизайнеры. Вот. Кто-то у нас больше снимает, любит монтировать видео. Они по окончанию планируют все-таки продолжить этим заниматься. Вот. И, в принципе, наверное, помогаем найти себя. Да. Ну, это тоже очень важно. Наверное, даже самое важное, если так, в философском уже плане к этому прийти. Что-то также в творческом, например. Да. Скажите, вообще студенческое время потом, в дальнейшем, вспоминается и воспринимается как яркое и веселое у очень многих. Но это уже с возрастом приходит. На сегодняшний день у вас было такое событие яркое, которое потом войдет в вашу жизнь, в копилку ваших воспоминаний из вашей уже сложившейся студенческой жизни? Есть такое? Да, конечно. Да, да, да. На самом деле, наверное, самое яркое впечатление, что было это наш проект профильной смены катарсис, который мы сделали. А название уже интригующее. Интригующее, да? Ну, катарсис – это на самом деле познание вообще себя через какое-то, как это сказать, переживание. То есть, ну, естественно, чтобы стать лучше, чтобы повысить себя и развиваться, нужно как бы переживать какую-то ситуацию и анализировать, осознавать, что ты так сделал, что не так. И то есть любые переживания и прохождение, так скажем, ситуации делают тебя выше. Вот. И смена была, то есть, ну, во-первых, под этим как бы названием многозначим. Также у нее был такой, так скажем, как там слоган. У нас остается буквально одна минутка, поэтому, да. Ну, собственно, вот была крутая смена, которую мы организовали и провели. Да. Мне очень понравилось, что Данилю говорили. Ну, дело в том, что, поскольку я, возможно, являюсь творческой личностью, и мой коллектив, в котором я обучаюсь, тоже состоит из творческих разносторонних людей, то каждый день, проведенный в училище, он отличается от предыдущего и, возможно, будет отличаться от последующего. Именно поэтому каждый день можно назвать знаменательным событием, в моем случае, потому что каждый член коллектива привносит что-то новое, что-то свое, и этот день остается в памяти, поскольку происходит масса различных событий, достаточно ярких для того, чтобы их запомнить. Да, так глобально все объединили, не стали ничего выделять. Ну, это замечательно. Ну, я думаю, что участие в этом конкурсе, пусть это не будет, как самое яркое, веселое и беззаботное, да, оно тоже оставит след и у вас, в вашей студенческой жизни, и у тех, кто был зрителем, и у ваших родственников, и друзей. Всего вам самого хорошего, дальнейших побед, развития, катарсиса и так далее. Я прощаюсь и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова